Песочный человек Капеллиусе, который забирает у детей глаза и скарливает их уже своим детям с совинами-клювами, которые живут на Луне. И это отсылает нас ко всем основным способностям Капеллиуса, которые так или иначе взаимодействуют с глазами, так и Кринсент Мун уже к его детишкам. Будет забавно получить в банду Дриммера маленьких Найтмаров, у которых вместо рта будут клювы, и мы будем понимать, что это детишки Капеллиуса. Главное, давайте перейдем дальше к резурекционистам и к Бетте Нойру. Это отсылочка к французскому сленговому оскорблению, обозначающий ваш личный кошмар. Кого-то или что-то, что вам не нравится, что вы избегаете. Хотя иногда применяется в более легкой форме. Например, как игрок, который постоянно вас обыгрывает, будет вашим личным Бетте Нойером. Ауткасты и Ashes and Dust. Это некая аллюзия на текст традиционной заупокойной молитвы, которую обязательно читают над умершим католиком или протестантом. Ashes to ashes, dust to dust, ensure uncertain hope of resurrection to eternal life. Извините за мой английский. Что на русский переводится как прах праху, пепел пеплу, в надежде на воскрешение вечной жизни. Забавная отсылочка, учитывая, что Ashes and Dust может воскрешаться в процессе игры. Поехали дальше. Арканисты и Каллет. Списана она с Сидани Габриэль Каллет. Эпатажная писательница конца 19-го, начала 20-го века. Прославившая, помимо своих произведений, выступлениями в театре и на сцене Мулин Руш. А также рядом романов, как с мужчинами, так и с женщинами. Тентандерсы богаты на фольклорные отсылки, поэтому сегодня у нас Ахагура Беттери. Хейнчман из стартера Асами Танаки. Ахагура Беттери, чье имя дословно можно перейти, как плотно сидящие черные зубы. Согласно японским поверьям, Ахагура Беттери Юкай, женщина, у которой на лице нет ничего, кроме широко улыбающего рта с Ахагура на зубах. Само же понятие Ахагура, японская традиция чернения зубов, популярная с конца 6-го века и вплоть до конца 19-го, начала 20-го. Чернота лака стала считаться красивой и утонченной. Однако у нее было и более практичное назначение. Флаг восполнял недостаток железа и помогал сохранить зубы здоровыми. Ахагура стала ассоциироваться с замужними женщинами, у которых стойкость краски на зубах сравнилась с бесконечной верностью мужу. Наша же Беттери по одной из версий призрак некрасивой женщины, что так и не смогла выйти замуж и потому покончила с собой. Блин, а я уже своей костяным зубой покрасил, придется вот черный переделать, чтобы все было аутентично. Поехали к Старку, его любимым гильдийцам. И сегодня у нас Леди Джастис. В целом она по себе отражает высказывания правосудия слепа. Но также она похожа на свою тезку Леди Джастис из одноименного комикса Нила Геймана 95-го года. Правда, тогда комикс очень не понравился читателям, потому что был очень феминистским. Наверное, сейчас бы он выстрелил намного лучше, чем тогда. И завершаем сегодняшний выпуск маленькими зелеными человечками. Кремленами, а если бы точно большим розовым хряком, старым майором. Свин из банды Уликса, конечно же, одноименный персонаж Скоттного двора Джорджа Уорвала. Майор подбивает всех жителей фермы устроить восстание против ее владельца. Пьяница, что забывает покормить своих зверей. Сам же он умирает незадолго до начала той самой революции. При этом в книге он списан с Карла Маркса и Владимира Ленина. Вот такие вот отсылочки в отсылочках. Что ж, если вам понравилось, поставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, репостите, подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Пока-пока!